От сегодняшней гонки основу два человека претендует на достойные места, остальная команда не очень выглядит. Ну да, но собственно это с самого начала сезона, так оно было задано на начало, Логинов и Елисеев, все остальные пока, что называется, буксуют. Ну буксуют по непонятным причинам, видимо, либо готовность не та, что собственно первое приходит на ум, но вот эти все рассказы по поводу смазки, лыж и так далее, оно конечно имеет место быть, но не в такой роли, как вот это заявляется. Почему? Потому что, ну посмотрите, тот же, например, Елисеев уходил ногами на последний круг практически одинаково, значит все-таки лыжи здесь не играют такую роль, да, а финишный круг он проиграл, в чистую проиграл, тот же самый Логинов тоже, вот проигрыш идет именно на последнем кругу. Я думаю, что это все-таки готовность и вообще показатель последнего круга это такой, ну яркий, такая лакмусовая бумажка подготовки в предсезонке. Вот это вот, ну четко, наглядно видно, для профессионалов это очевидная вещь, поэтому я думаю, не надо все-таки там сетовать на лыжи, а... Ну у женской команды вчера проигрыш пошел в первых кругов. Ну с женской командой там, конечно, уже, на мой взгляд, как-то определились некоторые слабые места в подготовке, в частности в подготовке. Здесь вообще лыжи совсем ни при чем, потому что вся команда не может ни финишировать, ни середину проходить, ни... Мне кажется, там налицо неправильная вообще подготовка, то есть еще у мужчин более-менее там, ну все-таки... А там стратегические были ошибки запущены, тем более, если посмотреть, Кайшева, Павлова, многие спортсменки основы прошлого сезона сейчас не могут в команду пробиться даже. Абсолютно, да нет, ну там, там, если простыми словами сказать, я, конечно, боюсь показаться там всезнающим человеком, ну просто такие явные вещи, которые бросаются в глаза. Ну, слушайте, перестали пахать. Пахать много перестали. И этого, конечно, не достает. Именно на финишном кругу это все сказывается. Вот финишный круг, это говорит о том, что не хватает тяжелой, такой грязной, точнее, черновой работы в предсезонке. Это, ну, совершенно очевидно. Поэтому, мне кажется, тренерам надо, конечно, переосмыслить всю работу, которую они проделали со своими спортсменами, и уже войти в новый сезон, ну, с такими серьезными намерениями, с жесткой работой. Вы видели последнее интервью Дмитрия, малышка? Нет. Ну, он сказал, что идет искусственное омоложение, и по этой причине его сделали крайним в команде, когда несколько человек не выполнили критерии, они взяли только его. На ваш взгляд, он прав, и мог бы он оказаться полезным для команды здесь, с учетом сегодняшних результатов? Сможно сказать. Это можно сейчас гадать, там, на кофейной гуще, все что угодно можно говорить, но прежде всего спортсмен — это солдат. А солдат должен выполнять приказы своего руководства. А когда солдат говорит, я это хочу, а это не хочу, ну, вот вам результат. Что значит не поехать на ижевскую винтовку? Что это за дело, бейки? Надо было ехать, конечно, выступать, и, соответственно, показывать результат. Спасибо.